Меликеска превращается в болото с неприятным запахом застоявшейся воды и густыми зарослями на берегу, из-за чего река не способна к самоочищению. Ил на водоеме накапливался в течение 40 лет. Нанос донных отложений ила в некоторых местах достигает до 1 метра. Это очень вредит как водному объекту, так и окружающей среде вокруг водоема и, соответственно, отражается на жителях. Вода застаивается, она загрязняется и возникают различные биологические процессы, которые вредят как окружающей среде, так и людям. Доставать Ил со дна будут с помощью двух земснарядов-амфибий. Отложений начнут складировать на специальной площадке, где через два дня установят геотубы. Там Ил в течение года сушится, а затем его могут использовать в качестве удобрения. Не все зависит от техники, но и от людей, плюс погодные условия. Поэтому это усредненное значение. Земснаряды проходят в день 15 метров в среднем, можно и больше. Расчистку русла реки начнут снизу вверх. С места впадения в Нижнекамское водохранилище. Там сток почти прекращается. Вот в этом месте самое большое скопление и осаждение иловых осадков. Илзвешных веществ, которые идут с рекой. Поэтому все научные институты, которые занимаются проектированием этих видов работ, они считают, что река чистится снизу вверх. Очищение Меликейски пройдет в два этапа. Планируется, что на первом из реки извлекут около 58 тысяч тонн иловых отложений. Из береговой линии уберут камыши и кустарники. Но помимо проведения расчистки русла реки Меликейски, важно сохранить ее чистоту и в дальнейшем. Поэтому в Автограде продолжится строительство новых локальных очистных сооружений. Вся талая дождевая вода будет попадать в специальные большие резервуары, где она пройдет очистку в несколько этапов, более 700 литров в секунду. И только после этого в чистом виде она уже попадет в водоем. Еще два проекта разработаны и пройдены на государственный экспертиз за счет средств местного бюджета на строительство еще двух локальных очистных сооружений. Одно из них будет располагаться за стадионом строителей, а одно будет располагаться возле дома 1070. Таким образом, шесть локальных очистных сооружений решат вопрос с дождевыми металлами и водами, которые попадут в Меликеску. Эльмир Гайнудин, Валенар Султанов, Новости, Челный ТВ. Продолжение следует...